Команда АСА, сектор номер 3, Цинбари, южная часть. Вот наша команда, бойцы. Кеша пытается спрятаться. Я специально выбрал такую позицию. Ах, эти ж... Интервьюируемые. Про программу. Про какую сектору? Про какую программу? Ну, расскажите вообще, как бы... Вы на этом берегу, наверное, одна из самых успешных команд. Вопросы и ответы. Пойдем в таком. То есть, как вы добились такого успеха? А нету никакого еще успеха. Ну, относительно других команд у вас успех есть. Программы, конечно. Программы работают. То есть, вы подготовились заранее? Естественно, готовились. У вас была какая-то программа, вы ее придерживаетесь? Ну, как бы да. Слива? Нет, банан. Банан, точно, да. Банан и стульба. 120 миллиметров. Да, это как на кубке было, так же и придерживаемся той же программы. С 120 метров, банан, все. Не уходим от этого, молодцы. Да, да, мы верим в нее. Самое главное, верить. Вот мы уже Колесникову принесли одну секту новую, которая называется... Труба. Да. Блуждающая труба, не просто. Да, это, да. Свидетели. Свидетели блуждающей трубы. Даже вот в нее вступил, да. Даже вступил в трубу. Да. Кошмар. Но мы вступили в другое. Ну, ладно. Ну, переступите. Ну, он как бы, видишь, Колесникова сейчас попросил, чтобы приехал к нему в гости Дрямов и лично показал эту трубу. Мы уже их достали. О-о-о. Все вот эти туда, нет, туда, нет, туда. Вы видите, да, вот это прямой эфир. Ничего, сектор очень сильно зависим от погоды этого. А, кстати, да. Вот я сейчас хочу, меня сейчас звонил Минахим, просил передать. Обязательно в чате я скажу это тоже. Он сказал, что вечером начинается восточный, сильный. Поэтому он говорит, что передайте всем командам предупреждение, укрепить лагеря, укрепить все, что есть в лагере, чтобы не было для них сюрпризов. У вас прогнозов не было хотя такого? Поверь, у Минахима есть прогнозы, которых нет официально нигде. Он получает прогнозы напрямую от военных. Поэтому ему больше нужно верить в этом плане. Он всегда готов. То есть восточный ведь? Восточный, ну мизрахи. И он сказал так, что завтра он поменяется на южный, потом на северный. И он сказал, что все получат свою порцию, как бы поэтому у всех есть шанс. И вот, кстати, опять же, только что сказал то же самое, что мы все знаем. Он сказал, что когда штиль, рыбы нет. Она плохо очень реагирует. К тому же очень резкий свал давления. Вчера утром было 795 миллиметров, что очень высоко для этого места. Здесь норма 780 миллиметров. К вечеру оно свалилось до 791. А сегодня 791 начала валить уже 586 миллиметров. То есть, ну, кому-никому не нравится. На прямой это не воздействие никак. Только что я сказал Кеша, что у меня сейчас заложило уши внезапно. На рыбу это на прямой не действует, потому что гидравлическое давление гораздо выше. А вот он косвенно. Ну, на рыбаков действует. Что вы хотите пожелать вашим соперникам, другим командам? Честной борьбы. Вот прикормку завезли. Кроме борьбы, честной. Еще насладиться этим праздником. Из-за прерывания эфира, вы понимаете, так устроен фейсбук. Как только заходит какое-то сообщение, моментально эфир прерывается. А дальше, что я до этого сказал? Не-не, было только до момента самолета. Все остальное было. Что мы еще хотели узнать у команды? Ничего. Косдистанцию узнали, да? Да, банан 150 метров, все нормально. Как бы судьи приходят, не конфликтуют. Нет, все нормально. На этот раз мы даже... Приходил ваш талисман? Да, приходил наш талисман. Ну, муза почему-то на нас обиделась. То есть у вас пока опять те же самые три, что и были, да? Ну, у вас же было три. Мы сдали. Вчера, я же говорю. Вчера было три, сегодня еще две сдали, еще одна в мешке. Понятно, и у Джипетта одна в мешке сейчас. Наконец-то смогли вы... Нет, они раздуплялись много раз, но я так понял, что из-за кустов в воде... Это папа Карла, короче. У них там же эти кусты в воде, и они там теряли все. У нас три сезона были такие вновь тяжелые, в камнях, в кустах, в корчах. И ничего. В этот раз взяли с собой лом, пилу, что-то мы не взяли. Вешался в инструмент. Вопрос, вы ловите на глухое грузило или на сэфити, на безопасную клипсу? Да, тут-то можно и на глухое, у вас-то сейчас нет проблем. Нет, ну, сортанули мы в безопасных клипсах. Вы не обязаны выдавать все секреты? Это никакие не секреты. Это читается с чата просто, то, что задают. Мы сортанули в безопасных клипсах, потому что не знали, что нас ждет. Какое дно, да. Ну, потом в течение дня поняли, что нету препятствий никаких, пришли на инлайн, у нас с камер случилось. Сто процентов. И качество по отношению к безопасным клипсам. Не, ну, это то, что я сказал команде GP, то, что у них такие зацепы. Почему мне попробовать безопасную клипсу? Например, на кубке, когда мы сидели в камнях, у нас сразу была установка, только безопасная клипса. И ни одной рыбы не потеряли. Ни одной рыбы не потеряли, ни одного схода. Вы меняете крючки каждый раз или... Я смотрю. Смотрю, да? Как правило, если крупная рыба, то это один раз. А если это трешка, то можно второй раз использовать. Ну, вы не парпарон. Мы пытаемся рационально подойти. Да, понятно, понятно. Не тупо следует, чем не тупо. То же самое, как ребята в первом секторе, которые говорят, что как бы... Ну, мы-то привыкли с маркерами ловить. А они считают, что это 2010 год. Не, ну... Ребята, наверное, не так часто выезжают на такие водоемы. Да, ну, если слышали, он там говорил, что это, конечно, уникальный водоем. И здесь свои особенности. То, что так же, как если мы поедем на их водоеме, мы тоже с первого раза не раскусимы. Сто процентов. Даже с кучей советов. То же самое, что было с белорусами. Они первый год вообще не понимали, что... Второй чуть-чуть. Второй уже получше. А третий уже первое место в зоне. Во-первых, в одну очередь словить самого. Ну... Через это все проходят иностранные команды. Это азбука. А, Б, Б, Г и так далее. Мы тоже когда-то половили много самок. На сегодняшний момент... Следовали тенденциям. Бойлы, бойлы, бойлы. Молодцы. Вижу мешочек в воде. Да, банан это очень важно. Особенно цвет. Зеленый? Не, спелый банан. Зеленый она не клюет. Ну, хорошо, мы не будем вам мешать. Работайте, ребята. Большое спасибо вам за интервью. Всем удачных соревнований. Все интервью будут в конце загружены, скачаны, обработаны. И я их залью на наш канал на YouTube. И там они... То есть они как бы и на Facebook будут, понятно. Подписывайтесь, ставите лайки. Да, ставим лайки. Улыбаемся. Не, надо так. Как Парпарон делает. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.